В данном видео я хочу порассуждать на тему, как не перегореть занимаясь РМТ. Прежде чем начать, хочу порекомендовать вам интернет-магазин цифровых товаров MMO PIX. На их сайте вы сможете дешево купить Dragonflight и игровое время для WoW. Также ребята продают игровую валюту в большинстве топовых ММО-проектах и параллельно набирают поставщиков золота. Все продавцы и поставщики на сайте проверены временем и имеют одобрение сотен покупателей. MMO PIX это не просто очередная биржа, это мощный и современный магазин, в котором можно купить множество интересных игр в Steam и для Xbox. Обязательно присоединяйтесь к соцсетям MMO PIX, ведь это всегда свежие и актуальные новости, постоянные розыгрыши крутых игр и множество выгодных акций. Ссылочки на Discord и Telegram вы найдете на главной странице сайта. Меня часто спрашивают, как ты занимаешься РМТ столько лет и до сих пор не устал. Ведь нужно каждый день вставать с утра, заводить персонажей, выполнять снова и снова рутинные монотонные операции, фармить споты, крафтить что-то, перекупать и выставлять на аукцион вещи для получения профита, прокачивать очередного персонажа и так далее. Список дел можно продолжать и долго, которыми заняты голдселлеры. Вопрос на самом деле очень интересный и мне бы хотелось порассуждать с вами на эту тему. По сути меня спрашивают, как не перегореть занимаясь РМТ. Если вы захотели заниматься РМТ профессионально, то игры станут работой. Раньше, когда вы не думали зарабатывать в играх, вы просто пытались получить фан. РМТ сильно изменит ваше восприятие. Вы будете проводить куда больше времени в играх, чем раньше. Вы будете знать об игре все. Все ее слабые стороны, которые были незаметны вам, будучи обычным игроком. Из-за чего игра вам очень быстро наскучит. Это нормально, потому что каждый из нас человек, мы всегда хотим получать новые ощущения, испытывать новые эмоции и исследовать что-то новое. Если вы новичок в РМТ и только начинаете осваивать профессию, для вас все будет в новинку. Первые два года вы будете впитывать опыт как губка и скорее всего даже не будете задумываться о том, что можно перегореть или игра может наскучить. Но когда вы станете более опытным, вы будете видеть всю картину, что происходит в РМТ мире и как обстоят дела с играми на самом деле. Истина такова, что хороших игр для РМТ не так уж и много, а обновления, которые бустят заработок, выходят очень редко. Не говоря уже о новых ММО играх. То есть в начале карьеры вы не будете уставать фармить, а со временем усталость все же придет. И вам в любом случае нужно будет менять проект по разным причинам. Не только из-за усталости, но также из-за профита, который может стать минимальным и фармить будет совсем невыгодно. На мой взгляд существуют три типа РМТ игр. Первый тип это старые классические состоявшиеся ММО проекты, в которых все еще остались люди, которым интересна игра. Они же и покупают игровые ценности. В таких классических проектах обычно не очень хороший РМТ. Заработать можно, но мало. Большинство голдфарм занятий давно занерфлены, а те, что остались, выгодно фармить только ботами или мультибоксом. Игры первого типа не особо стараются порадовать нас, голдселлеров, обновлениями. А если оно и выходит, то заработок ненадолго поднимается и очень быстро падает. Потому что людей и ботов в игре много, и все хотят заработать свою золотую гору. Промежуток между жирными обновлениями слишком большой, и сама игра заставляет РМТшеров кочевать в другие проекты. Искать более привлекательную альтернативу. Второй тип игр это новые ММО проекты, которые только вышли в релиз. Зачастую такие игры имеют низкое качество. Потому что либо сделаны неизвестной инди-студией, или выбрали не совсем подходящий сеттинг, или слишком много хардкора. Или самый плохой вариант это ужасная монетизация проекта. Если донат слишком жестокий, то играть вряд ли будут. И игроки, и РМТшеры. Поскольку первые чувствуют, что с них выжимают деньги, а вторым попросту нечем торговать. Из-за всех этих причин мы получаем маленький онлайн. Маленькое количество покупателей. В играх второго типа можно сходить посмотреть на релиз и попытаться что-то заработать. Но в итоге, как правило, такие игры долго не живут. Что заставляет снова вернуться в старый проект, либо искать новый. И третий тип игр это NFT проекты. Которые предлагают что-то типа открытого РМТ для всех. Вы играете в игру и получаете реальные деньги. Но проблема таких игр в том, что заработать можно только на старте. Первые месяц-два. Пока токен что-то стоит. На NFT проектах зарабатывают только разработчики. Запомните это правило. Игры третьего типа нравятся не всем. Некоторые им вообще не доверяют и считают NFT большим обманом. Поэтому даже на релиз не ходят, а сидят на своих пригретных местах. Я считаю, сходить на релиз можно, но оставаться надолго точно не стоит. Потому что, во-первых, все NFT игры это мобилки. А их каждый год выходят пачками. Из-за чего игроки мигрируют из одной в другую. А во-вторых, чем дольше живет NFT игра, тем меньше в ней заработок. Соответственно, нужно добавлять больше окон. Качать больше персонажей и так далее. А это жутко невыгодно. Напрягать свой ПК окнами. Даже учитывая то, что фарм будет в полуавтоматическом режиме. К чему я клоню. Игр для РМТ не так много. Из-за чего приходится долго сидеть в одной. И ждать, пока выйдет обновление. Или произойдет чудо. И в цене вырастут ресурсы и золото. Когда вы долго сидите в одной игре. У вас не меняется картинка. Вы устаете жать на одни и те же кнопки раз за разом. Посещать одни и те же споты и так далее. Чтобы не перегореть и меньше уставать. В арсенале нужно иметь хотя бы два проекта. В РМТ которых вы разбираетесь. И нужно уметь их чередовать. По надобности или необходимости. Как это работает. Допустим, вы освоили Вов. Вам понравилось РМТшить. Но цены вас не устраивают. И вообще хочется чего-то новенького. Тогда вы должны изучить еще один проект. В котором вы будете хорошо разбираться. Чтобы в нем пережить затишье. Или так скажем отдыхать от предыдущего проекта. Поверьте мне. Обычная смена игры точно придаст вам сил фармить дальше. Взять, например, меня. На данный момент я РМТшу в Вов Драгонфлайт. И уже каждый знает, что происходит с ценами на ресурсы и золото. Мягко говоря, они меня не устраивают. Я также слегка устал фармить один спот на протяжении месяца. Поэтому я разбавляю Вов фармом в Л2 и НВ. Таким образом, я чувствую себя хорошо. У меня есть силы фармить. И на мой заработок смена игр не влияет. Вы можете составить себе график фарма в каждой игре. Допустим, 6 дней фармите в Вов и один день обязательно отдыхаете. Далее 6 дней в Л2, 6 дней в НВ и так по кругу. График можно составить абсолютно любой, который вам понравится больше всего. Главное во всей этой схеме подобрать интересные и профитные вам игры. Я могу посоветовать вам Альбион Онлайн и Фанлайн в Вов Драгонфлайт. Да, в нем заработок упал, но разбираться в Вов все равно надо. Так как это очень хорошая игра для РМТ. Нью Ворлд все еще приносит деньги. И по моим ощущениям, игра в будущем будет становиться только лучше. Л2М для тех, кто любит фармить окнами и любит автобой. Или любая пиратка Л2, где Адена дорого стоит. Подробней о каждой рекомендуемой мной игре мы поговорим в следующем ролике. Вы узнаете, какие существуют способы заработка игровой валюты и сколько можно заработать в каждой игре. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал и на нашу РМТ базу знаний. Все ссылочки в описании под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...